Кредит позволяет бедным платить за жилье на 20% больше, чем платят богатые. Но кредит в Самаре понадобился, и его на год предоставит Тольятти Химбанк, выигравший торги. Объем кредита 200 миллионов рублей, еще один аукцион на 300 миллионов рублей скоро завершится. По поручению главы администрации Самары проведены переговоры с одним из самарских банков по изменению условий кредитования муниципальных предприятий. Ставку хотят снизить с 21 до 18% годовых. Пока это предварительная договоренность, но если кредитный комитет банка примет положительное решение, то с 1 сентября начнут действовать новые условия. Автоваз до конца года получит 2 миллиарда рублей по программе утилизации и трейд-ин. Соответствующий приказ подписан в Минпромторге. Это 40% от суммы субсидий, выделенных всем автопроизводителям, который составляет 5 миллиардов рублей. В числе получателей субсидий группа ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, Ниссан, Солерс и Сузу и Тойота. В прошлом году на программу было выделено без малого 13 миллиардов рублей, в этом году 10 миллиардов. Больше всех от государства получил Автоваз. С учетом второго транша ему было выделено почти 3 миллиарда 600 миллионов рублей или 24% от общего объема субсидий. В прошлом году он также лидировал по объему господдержки, но с меньшей долей 21,7%. Йолупуки объявлен банкротом по причине неуплаты налога. Финский символ зимы задолжал налогов на 206 тысяч евро, и его компания была объявлена банкротом. Так что финские детишки своего родного Деда Мороза не дождутся. И опять во всем виноваты русские, которые не едут в Финляндию. Это подтверждают и российские туроператоры, да еще и прогнозируют дальнейшее снижение турпотока. А вот у русского Деда Мороза в Великом Устюке таких проблем нет. Сезон ожидается успешным, и организаторы туров даже подумывают о регулярном железнодорожном сообщении из крупнейших мегаполисов России. В Ростуризме заявляют, что готовы построить дедушке новый дворец, чтобы увеличить пропускную способность для туристов. Интересно, как там Санта-Клаус поживает? Все ли налоги заплатил? А на сегодня это все. Хороших выходных!